приехали вот 258 школа здесь находится сейчас пойдем за документами а потом я пойду и сниму для вас вашу улицу второй раз вот игорь посмотрите это 258 школа идем в сторону нагорный сейчас выйду я на эту улицу и начну снимать вы были правы здесь фактически все дома смесли видите новостройки вот это ваша улица но вчера когда я снимала то пятый пятиэтажный дом он на месте он остался это меня очень обрадовало я даже во двор зашла представляете все сняла до мельчайших подробностей и вот сама по своей невнимательности удалила ролик так не было вчера обидно но ничего все что не делается все к лучшему еще раз сниму вот здесь посмотрите как я понимаю располагается детский садик номер сто тридцать четыре вот начну я отсюда сейчас хотим купить увидели и сок готовы уже тут же выжимают и продают так вот посмотрите игорь здесь вот такие вот дома самострой а вот на этой стороне такие вот высотки а здесь уже не жилые я смотрю уже все скорее всего ближайшее время все это под снос потому что дома старые никто в них не живет и вон пятиэтажка который вы просили снять с этой стороны тоже новостройки видите с двух сторон здесь магазин большой супермаркет вот подхожу медленно пятиэтажки скорее всего вы про этот дом и говорили видите это новое сделали настройку выдвинули балкон его не должно быть по правилам но так делают а вот здание уже медицинского института вчера с мамой долго долго снимали чтобы могли все разглядеть рядом видите какая высотка стоит хочу еще во двор зайти как вчера зашла там одна женщина во дворе как на меня посмотрела подозрительно мало ли для чего я снимаю и но и и и и Раньше называлась Нагорная, а сейчас эта улица называется Мехсюн Сэнани. Видите, еще один дом поднимается. Снежок идет. Но если тепло одеться, совсем и не холодно. Вот здесь вход во двор. Сейчас туда тоже зайду. Муж зашел в маркет. Иди сними спокойненько, я пока себе водички куплю. А вот это здание, скорее всего, общежитие. Там уже медицинский институт. И тот ролик, который я снимала вчера с мамой, мы уже дальше туда прошли, он остался. Я его прикреплю, вы сможете посмотреть, что дальше находится. Это вот напротив. Сейчас зайду во двор. Захожу во двор. Здесь внутри двора тоже старые какие-то постройки. Сосед выглянул, на меня странно смотрит. Сейчас опять все будут странно смотреть, зачем она здесь ходит. Да, вот улица Мехсюн Сэнани. Вот первый блок. Не знаю, он первый с этой стороны или последний. Тоже внутри двора я сейчас пройду дальше. Оттуда лучше будет снять. А вот и дом. Посмотрите, если что-то не успела заснять, то еще раз приеду как-нибудь и сниму. Видите, сзади новостройка. А продолжение. Старый гараж здесь. В советских времен, скорее всего. А продолжение ролика уже можете, я поставлю, посмотреть дальше. Это мы с мамой. То, что снимали, я не удалила. Все. Вот такие вот блоки. В блоках видно, что ремонта нет. Старые деревянные двери в блоках. Сейчас покажу вам тоже. Все. Вот и блок. Если бы мне точно квартиру сказали, я бы и квартиру могла бы снять, раз уж я здесь нахожусь. Ну все. Выполнила я по совести обещанное. Потихоньку, все кто просит, потихонечку буду выполнять по возможности. Не всегда сразу получается в разные части города добраться и доехать. Дети же тоже касаемо. Дети же семья. Возможности буду смотреть. Туда тоже немножко пройду. Здесь все время скорая разъезжает. Здесь Симашка. Ну уже туда выход на улицу Самеда-Гургуна. Муж уже звонит мне. Я не беру. Сейчас. Спасибо всем большое, кто меня смотрит, комментирует, поддерживает. Если есть возможность и желание, подпишитесь. Буду очень рада и признательна. Возвращаясь отсюда же, по этой же улице, назад. Вот еще раз можете посмотреть. У меня ветер такой. Интересно ляжет завтра снег или нет. Наконец-то и мы снег увидели. Хоть так. И то приятно. Так. Делили здесь. Ой. Вы, наверное, улицу свою не узнаете. Все так быстро меняется, перестраивается, что сами не узнаем. Улицы родные. Вот дерево. Дерево старое какое. Ну вот по садику тоже можно ориентироваться. Обычно я всегда, когда снимаю, прошу, чтобы сказали, находился ли рядом школа, садик. Не знаю, помните ли вы садик. Бывшая улица Инглаба, а ныне Хесеналиева. Почему говорю всегда старые названия? Потому что, ну, трудно людям ориентироваться. Кто уехал, кто давно не был в городе. Не все знают, как в данный момент называется улица. Ну а старые как-то знают больше людей. Поэтому всегда называю старые названия и стараюсь новые сказать. Едем сейчас к Белийскому проспекту. Вот что-то можно узнать вот по старым домам. По пятиэтажкам, девятиэтажкам как-то можно ориентироваться. Вот видите, здесь тоже дом старый. Еще что-то можно по этим домам как-то узнать район. А так очень трудно. Вот я сама давно здесь не была. И вот так смотрю, сколько новых построек. Вот эти тоже все относительно новые дома. Ну, летом пять-шесть, как они появились. Может и больше. Даже не все заселены еще. Едем по Инглабу. Вот это общежитие от Медицинского института. В сторону 20 января едем. Тоже видите. Вот здание Республиканской больницы. Раньше этого моста не было. Такие пробки вот выехали с 20-го. В этой части города всегда пробки. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин.